даже больше, чем здесь оттуда пришлось украсить значит, смотрите, то есть вот у нас есть некоторое многообразие вот, давайте думать про него вот так что такое функция? функция это означает следующее когда вы взяли какую-то точку, вы над этой точкой подвесили число это значит, что вам задали функцию, как раз это число это и есть f от x теперь, что делает процедура взятия дифференциала? процедура взятия дифференциала она делает следующее значит, она говорит что у вас теперь та же самая точка но теперь в этой точке вы храните дифференциал функции в точке x. Что такое дифференциал функции в точке x? Это линейное отображение из касательного пространства в точке x в r и которое как действует? которая по каждому касательному вектору ставит соответствие дифференциала в точке x от x а эта штука по-другому это то же самое, что производная ли значит от функции f по вектору x то есть то же самое, что производная по направлению вот и это то же самое, что если мы возьмем касательный если мы возьмем путь с касательным вектором кси в точке x подставим функцию f и продифференцируем при t равном нулю значит это вот все одно и то же вот, то есть таким образом вот эта процедура она делает следующее у нас над каждой точкой сначала жило число а мы перерабатываем то есть у нас такое поле то есть мы как бы меняем точку и у нас число меняется а здесь у нас получается поле других объектов мы меняем точку и у нас как бы над каждой точкой висит уже объект другого природы это не число это вот линейное отображение вот ну и собственно вот этот dxf это элемент t со звездочкой x от n вот и когда я хочу сказать что у меня вот такой вот объект он висит над каждой точкой то и у меня получается поле вот таких вот товарищей я обозначаю это вот таким вот образом уже не указывая точку и другое название этому это вот такое вот это просто другое обозначение вот и а для касательного пространства для полей из касательных векторов значит у нас обозначение вот такое то есть как бы это вид тензоров типа 1.0 это вид тензоров типа 0.1 вот ну и соответственно что такое тензоры типа pq на всякий случай напомню что мы должны взять касательное перемножить p раз и потом двойственное перемножить q раз вот вот и получать тензорные поля типа pq то есть по-другому это означает что у нас такой p плюс q мерный массив при этом у него p координат векторные и q координат ковекторные вот как к этому можно относиться просто как бы считаю что это такая многомерная матрица у которой суммарно p плюс q измерений но при этом они поделены на две группы одна группа из p кусков другая группа из q кусков и разница в этих измерениях в том как они будут меняться при смене координат вот и все но когда координаты зафиксированы эта штука не больше не меньше просто многомерной массив то есть t01 это вектор t10 это вектор а t01 это сколько t01 это линейная функция на векторе ну ну как бы это вектор в плане что я смог как просто одномерно ну типа это сейчас нет ну у тебя в и в со звездочкой изоморфны конечно в конечномерном случае но у них в чем принципиальная разница нам очень важно в дивгеме чтобы вычисления не зависели от выбора системы координат потому что у нас нет канонической системы координат как в мотане в рн поэтому нам важно следить за тем как объекты меняются при замене координат так вот когда ты смотришь на касательные векторы и на дифференциалы они меняются по принципиально разным законам и собственно для этого нам приходится разделять ка-ка что когда мы рассмотрим векторные поля мы хотим одним способом обозначать потому что у них будет один закон а когда мы рассматриваем CO векторные поля другим способом потому что там будет совсем другой закон То есть идея вот этого разделения заключается лишь в том, что это просто два объекта разной природы, которые просто в координатах так получилось, что меняются по двум принципиально разным законам. Да, я понял. Я так глупый вопрос. Я просто увидел, что это P плюс Q мерное, и я решил спросить. Нет, но это имеется в виду, что у тебя массив, то есть это у тебя P плюс Q индекс. Хорошо, я понял. Спасибо. Дим, можно вопрос по дифференциалу? Вот у нас, ты говоришь, мы дифференциал подвесим над каждой точкой, это отображение из T. Короче говоря, дифференциал мы вроде как определяли, как вещь, которая показывает, как на касательных пространствах меняются касательные векторы. Вот тут у нас была функция из... Да, смотри, вот когда у тебя есть функция из M в R, и X пусть переходит в Y, то тогда дифференциал функции F в X это будет отображение из касательного пространства этого в касательное пространство вот это. Но это мы можем отождествить с R, где Y это начало координат. Тогда мы получаем естественное отождествление D, F с отображением, ну, с линейной функцией. То есть, просто это есть некоторое одномерное векторное пространство, но здесь есть еще и заведомо выделенный базис, ну, потому что у нас в R есть выделенная система координат. Раз есть выделенная система координат, то я могу здесь каноническим образом выделить базис, относительно вот этой канонической системы координат. То есть, D по DX, то есть, вот здесь я беру... Ну, D по DY это вот будет базисный вектор. А когда ты выбрал в одномерном пространстве базисный вектор, оно отождествляется с R. Это просто коэффициент при этом базисном векторе. Он как раз и есть то число, которое вот здесь живет в R. Хорошо, а я еще тогда вот на лекции не понял. Вот про ливу производную и дальше взятие производной по T. Это будет работать, если у нас справа не R, а какое-нибудь другое сложное что-то, у которого касательное пространство не одномерное, например? Нет, это так... Сейчас. Ну, у нас лива производная определялась только для функций. Мы не определяли ливу производную для отображения из одного многообразия в другое. Но я хочу сказать, что вот эта формула, вот нижняя, она для верх, сверх, не просто... Ну, как бы... То есть, вот нижняя формула просто было определение вот этого в общем случае. Вот. Но мы просто говорили, что мы хотим это называть ливой производной только в случае, когда F это функция. Ну, то есть, ты как бы можешь такое обозначение использовать. Это правда. Какая производная лива? Ли от слова лива. Лива, да. Как это, как алгебра и группы ли от этого обозначения. Окей. Вот. То есть, как бы... Хорошо. Ну, то есть, идея в том, почему вот это ввели, это просто как бы производная по направлению. Только для нее такой инвариантный отсидный координат, как бы, вариант. Теперь смотрите. Значит, что мы теперь хотим? То есть, мы видим, что мы когда дифференцируем функцию, мы получаем поле совершенно другого типа. И поэтому мы, как бы, если мы хотим уметь дифференцировать, как бы, объекты... Да. И мы хотим что сделать? Мы хотим уметь, как бы, дифференцировать несколько раз. Значит, как минимум, мы должны уметь дифференцировать объекты вот такого вида. То есть мы должны уметь дифференцировать ковекторные поля Кроме того, мы хотим также уметь дифференцировать векторные поля И хотим все это вместе уметь дифференцировать И вот окажется, что для того, чтобы это все уметь дифференцировать Нам в любом случае придется научиться дифференцировать тензорные поля произвольного типа Так вот, и, собственно, это ведет нас к определению ковариантного дифференцирования То есть это будет такая процедура, которая съедает тензорное поле типа P и отправляет это в тензорное поле типа Pху плюс один. При этом оно устроено так, что вот этот новый индекс, он выделенный. Вот, то есть, грубо говоря, вот у вас тут были ли P верхних индексов у нижних индексов, и после того, как вы посчитали, ну то есть глобально это выглядит так, что когда вам дали какой-то тензор, вот у него есть P верхних индексов и у нижних индексов. Когда вы посчитаете кавариантную производную, то у вас получится тензор уже типа Pху плюс один, то есть здесь будет сколько-то P верхних индексов и P плюс один нижний индекс. И, значит, сохраняется соответствие, то есть как бы мы помним, что если здесь это был первый верхний индекс, то ему тут соответствует первый нижний индекс. То есть вот эта штука соответствует вот этой штуке, вот эта штука соответствует вот этой штуке. Ну, в каком смысле соответствует, имеется в виду, что мы думаем над этим так, что, например, у нас если был вектор, то мы просто добавляем некоторую новую размерность, и, ну, то есть у нас есть теперь вектор, а вдоль второй размерности у нас просто лежат несколько векторов. Вот здесь мы про это думаем так же. И вот есть вот этот новый индекс. То есть мы всегда знаем, какой этот новый индекс есть. Вот, теперь вопрос, какими свойствами эта процедура должна удовлетворять. Эта процедура должна удовлетворять нескольким свойствам. Ну, во-первых, если мы берем, значит, на блоу-орт линейной комбинации двух тензоров, то это должна быть линейная комбинация результата. То есть эта штука должна быть линейной. Второе. Мы хотим, чтобы на функциях эта штука в точности совпадала с дифференциалом. Ну, потому что мы хотим именно дифференциал продолжить, поэтому это, естественно, ждать. Третье. Мы хотим, чтобы это было именно дифференцированием. А дифференцирование, оно обладает правилом Лейблица. И вот оказывается, что здесь это означает следующее, что если мы возьмем наблу, применимых в тензорном произведении двух тензоров, то это все равно, что применить наблу следующим образом. Вот. Четвертое. Значит, надо, чтобы набла коммутировала со сверткой. И вот, собственно, вот здесь как раз и возникает необходимость отождествлять индексы до и после применения наблу. То есть, если бы у меня был какой-то тензор, и вы его свернули сверху, скажем, по S-кому индексу, и внизу по T-кому индексу, Evaluation, применили. То есть, имеется в виду, что вы выбрали S-ты по счету сверху и T-ты по счету снизу. И по ним провели суммирование. Вот. И потом применили наблу. То можно сделать наоборот. Сначала применить наблу. То есть, здесь дописывается вот этот индекс. Но у нас также, так как у нас есть вот это соответствие, то я беру здесь тоже S-ты по счету сверху и T-ты по счету снизу. И я могу по соответствующим же S-там и T-там индексам свернуть результат наблы. И результат получится один и тот же. Вот это очень естественное свойство. Ну, то есть, грубо говоря, что, как сказать, эта штука просто правильно себя ведет с операцией суммирования. То есть, можно суммировать по двум индексам до и после применения наблы. Это, по сути, другая форма линейности. Вот. Ну, и на самом деле есть еще одна вещь, которую формально надо сказать, которую я не произносил в прошлый раз. Это то, что называется, локальность. Потому что гипотетически вот это все у нас сформулировано для тензорных полей на всем M. И непонятно, если я, например, сделаю так. Вот у меня есть тензорное поле. Это же природа его локальная. То есть, он как бы определен в каждой точке. Поэтому я могу, например, взять какую-нибудь открытую, и там будет ограничение моего тензорного поля. Так вот, я могу сделать две вещи. Я могу сначала взять наблу от тензорного поля, а потом ограничить. А могу сначала ограничить, и потом взять наблу. Но вот я все-таки ожидаю, что этот результат будет один и тот же, что неважно. Ну, то есть, грубо говоря, что дифференцирование, оно тоже локальное. То есть, оно как бы не знает, что там по краям у нашего поля. Оно зависит только от, как бы, поведения посередине. И это определяется так. То есть, если у это какое-то в м открытое, то у меня есть какой-то тензор типа ппу на всем многообразии м, то я могу сделать что? Я могу сначала ограничить свой тензор на открытое у, и потом взять наблу. А могу сначала взять наблу, а потом ограничить на у. И результат должен быть один и тот же. Ну, вот это свойство локальности. Я не знаю, но, может быть, сводится к каким-нибудь там вещам, связанных с, там, создаем единицы. Не хочу про это думать. Вот. Мне главное написать свойства, которые я ожидаю, которые я хочу, вот, чтобы они точно работали. Вот. Собственно, вот это, как бы, все, что мне нужно. И в прошлый раз я обсуждал вот такую вещь, что, да, значит, к этому относиться так. Это определение, что любая операция, на тензорных полях вот с такими свойствами, называется ковариантный производный. Почему я говорю любая операция? Потому что вот эта штука не фиксирует однозначно наблу. То есть замечание. Набла не единственная. И причина, почему она была не единственная, очень естественная. Потому что, смотрите, что, по сути, здесь нам сказано. Если вот переводить это все на нормальный человеческий язык, если все это в координатах записать, то, по сути, здесь сказано, что эта процедура, она обладает следующим свойством. Она линейна, лейбницова, и на функциях совпадает с дифференциалом. Но что у нас еще есть кроме функции? Кроме функции у нас есть базисные векторы. И вот, скажем, если я возьму какую-нибудь там систему координат, то у меня в касательном пространстве возникают вот такие вот векторные поля базисные. И в ко-касательном пространстве у меня возникают вот такие вот ко-векторные поля базисные. И вот чему равна набло от каждого из них, вообще говоря, вот этими аксиомами не определяется. То есть вот это, это свобода выбора. Но из-за того, что эти штуки являются двойственным друг другу базисом, это определяет эту, а это определяет эту. То есть они друг с другом зависимы, то есть одна определяет другую, то есть они тут зависят друг от друга. Но выбор одной из них, это некоторый элемент свободы. То есть, например, обычно выбирают вот эту, вот это можно выбирать. Вот. И в чем заключается сакральный смысл того, что эти штуки можно выбирать? Давайте вот здесь сверху нарисую два примера. Первый пример, это, конечно же, плоскость и обычная R2. Значит, тогда я могу сделать следующее. Смотрите, я в качестве набла могу взять просто покомпонентное взятие дифференциала. Это будет просто набло. Вот. И, но давайте вот что скажу. Что вот если я посмотрю здесь, ну давайте это x и y, да, d по dx, вот такое вот векторное поле. Это означает, что в каждой точке просто висит вектор единичной длины параллельной оси OX. Вот это векторное поле, если я его, как это, продифференцирую, ну в обычном наивном смысле в любом направлении, да, оно не меняется. Ну вот как просто возьму производную по направлению. То есть это векторное поле, оно что? Оно задается функциями xi1, xi2, вот x, y, да, какими? 1, 0. И поэтому если я вот это продифференцирую, вот эти функции вообще в любом, они константы, они в любом направлении как не дифференцируют, они дают нам производную 0. То есть вот это векторное поле, базисное, оно не меняется в любом направлении. Ну а теперь смотрите, давайте я возьму и выберу полярную систему координат. То есть я возьму, значит, здесь φ, а вот здесь R. То есть вот это я все вырезаю, эту линию, это же с этой, это склеиваю. Ну то есть я беру там, и тогда смотрите, и я знаю, что вот эта полярная система координат, я могу перейти от этой системы координат к этому. И тогда я могу сделать следующее. Если я здесь умел обычным способом дифференцировать поля, то я могу и здесь дифференцировать поля. Как? Берем здесь какое-то векторное поле, переносим сюда, здесь его дифференцируем в каком-то направлении, переносим обратно и получаем производную по направлению. Вот. Значит, это, конечно, не надо было производное по направлению, но тем не менее. Но обратите внимание вот на какую вещь. То есть, что если я возьму, например, здесь векторное поле d по d фи, оно в этой системе координат выглядит как будто оно, значит, неподвижное. То есть если я вот здесь возьму по координатное производное, то оно действительно будет постоянным. Но что если я вот это дифференцирование сюда перенесу? То тогда смотрите, вот это векторное поле, оно теперь здесь во что перейдет? То есть, как бы, фи будет меняться вот по таким окружностям. И вот если я вот эти векторы приблизительно нарисую, то они будут выглядеть как-то вот так вот. То есть, когда я это векторное поле перенесу сюда, оно перестает быть константным. Я вот здесь дифференцирую по направлению. Оно дает какую-то ненулевую производную. Я переношу обратно, получаю новое векторное поле. То есть получается, что, как бы, если я вот так вот перенесу в новую систему координат вот то дифференцирование, то то, что выглядело как плоская система, перестает быть плоской. То есть, как бы, и, собственно, разница как раз в чем? Что вот здесь базисные поля дифференцировались в ноль, а здесь вот эти базисные поля перестают дифференцироваться в ноль. Они, как бы, становятся подвижными. И это связано с тем, что, как бы, вот эта система координат, она на самом деле была так. Вот эта плоская система координат, в ней поля неподвижные, а вот эта, она была, как бы, ну, смята. Потому что, по сути, вот что мы здесь делаем, мы, как бы, делаем вот такую вот процедуру, да, вот с этой системой координат. И потом, ну, как бы, вот так вот растягиваем. То есть, верхняя часть растягивается, а внутренняя вот эта часть, она сжимается. То есть, мы вот тут сжимаем, вот тут сильно растягиваем. Вот. И в итоге, как бы, ну, то есть, вот эта часть сжимается, это растягивается. Поэтому на самом деле это векторное поле не должно быть неподвижным, если это действительно не кусок плоскости, а новая параметризация правильной плоской плоскости. Ровно из-за этого эффекта и возникает необходимость иметь ненулевую производную у базисных векторов. Это способ сказать, что наше пространство как-то на самом деле измято, искривлено. Просто мы когда смотрим на систему координат, она для нас RR. Но как каким-то образом сказать, что она измята? И вот собственно выбор вот этих производных для данной системы координат, оно и говорит, что данная система координат каким-то образом помята. Вот по сути что это такое. То есть есть другой способ говорить о том, что система координат помята с помощью метрики. Я надеюсь, что сегодня про это расскажу. Мне надо бы успеть сегодня про это рассказать. Вот, но это как бы первый такой способ, способ с помощью дифференцирования. Давайте теперь я разберу пример важный. Смотрите, который объяснит, что происходит. Вот это сейчас сотру. Ну, в силу вот этого свойства локальности мне достаточно уметь все делать в системе координат. Давайте вот будем считать, что у меня есть какая-то карта. В этой карте, значит это у меня карта на моем многообразии M. И я хочу в этой карте продифференцировать, скажем, векторное поле. Значит, вот пусть у меня есть XI, это некоторое векторное поле. Дима. Чего? Посыпайся. Или как, или тебе тут, или наоборот ложись. Я бы лучше с удовольствием заснул. Понятно. Ну, тогда бери куртку под голову и без проблем. Значит, смотри, если надо тебя отвлекать, там, накидать-то маркерами, я это буду делать, с удовольствием. Значит, хорошо, смотрите. Значит, либо если не трогать, то тоже скажи. Значит, смотрите, значит, вот у меня есть некоторое векторное поле. Как оно записывается в координатах? В координатах векторное поле записывается следующим образом. Это будет CαDXα. Давайте посмотрим теперь, как эта штука будет дифференцироваться с помощью НАБЛО. Когда я применяю НАБЛО к КСИ, значит, то, значит, что у меня получается? Ну, здесь у меня получается НАБЛО от КСИАЛЬФА, НАБЛО от ДПДАЛЬФА. Вот, а здесь я могу применить правило Лебница. Ну, формально здесь написано, на самом деле, КСИ, тензорно на вот это, и потом свернка. Ну, то есть, вот то, что здесь написано, это, на самом деле, написано КСИАЛЬФА ДПДХБТА, и потом свернуть первый индекс здесь с первым индексом здесь. Вот как бы что здесь написано. Можно первым свойством пользоваться. Первым? Нет, первое здесь лямбда и мю константы. Да. Здесь, а здесь, это не константы, это функция. Это только для константы. Какое значит константы? Константы, то есть, она не зависит от точки. Когда я точку меняю, она не меняется. Ну, хорошо, можно функции добавить. Нет, тогда это неверное свойство. Из наблы функции не выносятся, в этом и прикол. В этом и прикол. Функции из наблы не выносятся. Это производная, ты не можешь вынести из производной функции. То есть, это не работает уже даже в обычной системе координат. Вот, поэтому нет, это так не работает. Можно тупый вопрос? Напомню, что такое EV. А, это означает следующее, что я беру верхний и нижний индекс, их делаю одинаковыми и суммирую. Ну, то есть, вот эта запись здесь означает... Ну, вот это Наталья Сейнштейна слева, это я помню. А это означает, я должен свернуть одно с другим. Я просто все думаю, что в четвертом свойстве написано. Ну, это не суперкорректная запись, на самом деле, то, что вот здесь написано. Правильно ли говорить, что мы сворачиваем кси по первой моде с вот этим вторым? Да, на самом деле это не очень корректно написано, потому что... А, ну хотя нет, ну вот это как раз, это как бы координаты, это как раз элементы двойственного пространства, а это векторы, это как раз элементы самого пространства. И вот как раз я что делаю, я применяю эту функцию к этому вектору, это как раз и будет давать мне вот такую вот штуку. Но на самом деле нет, на самом деле неправильно я говорю, это у меня не очень корректно так писать. Давайте я не так скажу, что просто я воспользуюсь правилом лейниц. Вот у меня есть правило лейниц, которым я хочу воспользоваться. Значит, как оно говорит? Оно говорит, что вот я вот так вот делаю, плюс, вот так вот делаю. Теперь, что вот здесь написано? Вот это, это у меня функция. Это дифференциал. Да, значит здесь просто идет дифференциал, значит что здесь будет? Здесь будет dxα по dxβ, dxα, dxβ. И вот это есть тот самый выделенный множитель, это выделенный индекс, который появился. Вот, плюс, и теперь остается вот эта вещь. И, соответственно, теперь смотрите, чтобы, то есть вот здесь мы полностью понимаем, что это за штука. Вот видите, было тензорное поле типа 1,0, то есть у нас был один векторный индекс, а у нас появился второй ко-векторный индекс, то есть вот у нас как бы, ну, такой, вот это базисная картинка. Теперь надо понять, что вот здесь получится. И по сути, это вопрос, как задать вот эту штуку от базисного вектора. Ну и смотрите, в силу линейности, если я как бы знаю на базисных векторах, то как бы я знаю на всех других векторах касательного пространства. Вот, значит, теперь смотрите, я могу сказать следующее, что я просто могу эту штуку разложить по базису. Давайте я ее разложу по базису. По какому базису? Где-то эта штука должна быть тензорным полем типа 1,1. Значит, эта штука должна быть следующей вещью. Значит, гамма, значит, индекс альфа, это вот этот индекс альфа, и дальше два индекса суммирования. Давайте я сделаю так. Гамма и бета. И здесь, значит, будет d по dx гамма тензорно на dx бета. И вот это выделенный базисный вектор, и вот это выделенный индекс. А гамма альфа, бета, гамма, значит, это некоторый набор функций, которые заданы во всей нашей координатной окрестности у. То есть они в каждой точке, это какой-то коэффициент. Значит, ну как бы раз это в каждой точке какой-то коэффициент, значит, при фиксированных альфа, бета, гамма, это просто какая-то функция от точки. Потому что она свой коэффициент в каждой точке считает А то, что вот эта штука, она у нас по определению должна быть тензором типа 1.1 То есть должна раскладываться по тензорам вот такого вот вида То есть вот этот индекс, это просто индекс того, что мы альфовый вектор разложили А вот эти два индекса, это индексы, по которым мы суммируем Ну и собственно, вот то, что здесь появилось, вот это новое выражение Это то, что называется символ Кристофеля Символы Кристофеля Еще называют символы картофеля периодически На Википедии написано, что они псевдотензоры Они не являются тензорами, значит это правда Но давайте я расскажу следующее То есть по сути, теперь смотрите, вот если у меня только есть одна карта И я не хочу работать ни с какими другими картами Например, REN со стандартной системой координат То для задания ковыриантной производной на векторных полях Мне достаточно фиксировать вот такой набор функций Я могу любые функции такие фиксировать И это задаст мне просто образы вот этих вот штук на векторных полях А тогда, смотрите, вот эта вот формула сквозная Отсюда вот сюда, она дает мне правило Как дифференцировать вообще любое векторное поле Теперь дальше Мне вот эту штуку мне придется стереть Если нет возможности это оставить Смотрите, что можно сказать дальше Давайте посмотрим, а что должно происходить Если я возьму не векторное поле А наоборот, ковекторное поле То есть это вот был случай 1 Теперь случай 2 Давайте я возьму, значит, омега Это будет у меня поле вида омега альфа дх альфа Если я к ней набло применю Это будет набло от вот такого выражения Также по правилу лейбницы Это будет вот такая вот штука Это у меня функция Поэтому здесь у меня будет Д омега альфа по дх бета Дх альфа д равно дх бета А вот здесь, ну, должно быть что-то И опять все определяется тем, куда перейдет вот эта штука Смотрите, вот у нас было тензорное поле типа 0,1 А стало тензорное поле типа 0,2 То есть тут вот два ковекторных базисных элемента Значит, оно типа 0,2 Вот, значит, и Значит, мы можем просто вот эту штуку опять же разложить по базису У нас складывается так Гамма с волной обозначим альфа Это просто индекс, который используется для указания того, кого мы дифференцировали А вот тут будут использоваться гамма и бета Это будут индексы суммирования Почему они в разных местах написаны? Там альфа был снизу в прошлый раз Да, альфа, который мы делали Ну, здесь альфа снизу, потому что смысл этого альфа Это просто индекс вектора И он здесь стоит снизу, поэтому здесь альфа снизу Здесь смысл альфа тоже Индекс ко-вектора, он стоит сверху Поэтому он здесь стоит сверху То есть где он стоит, там он и пишется То есть я же могу здесь альфа менять на бета, на гамма, на что угодно Ну, то есть эти индексы, их имена конкретный выбор ни на что не влияет То есть я их могу упорядочить в любом порядке И как бы главное, где они... То есть важно вот что Нигде конкретно стоит буква альфа А когда у тебя есть равенство Главное, чтобы альфа справа и слева стояла в правильных, соответствующих друг другу местах Вот, то есть нужно вот просто что запомнить Что вот у таких штук Все, я понял Просто вот этот, он отвечает тому, кого дифференцировали А вот этот отвечает выделенному А здесь этот отвечает тому, кого дифференцировали А вот этот отвечает выделенному Что важно, что в этих символах правый, нижний Это всегда выделенный новый индекс Вот это постоянно А эти меняются Там мы суммируем по этому, а этот и того, кого дифференцировали Здесь наоборот, мы суммируем по этому, а этот только по кому дифференцировали Получается второй вид символов Кристофеля Но, как этот, два не всегда лучше, чем один Значит, это, конечно, дебейтабл, есть разные ситуации Но хочется как-то сэкономить и понять, а нет ли связи между этими символами и теми символами Оказывается, связи есть и связаны с тем, что Вот помните, я сказал, что вот эти два байса, они двойственные друг к другу Поэтому наобла от них должны давать связанные друг с другом результаты То есть надо ожидать, что между этими гаммами есть какая-то связь Но на самом деле, если я сделаю следующую вещь Смотрите, давайте возьмем дельта и житая Это что такое? Это применить dx и так, d по dx житому А вот это уже, по определению, это есть свертка от вот такого произведения Давайте я сначала векторное поставлю, что для обзора То есть вот эта штука что делает? Она берет вот эту функцию и применяет к этому вектору Ровно это здесь и написано Вот, но теперь, если я возьму наблу от этой штуки Так как здесь константа, это даст 0 слева А справа я могу пронести наблу, потому что она коммутирует со сверткой А здесь применить, значит, лебницевость Когда я буду дифференцировать это, у меня вылезут те символы Кристофеля Когда я буду дифференцировать это, у меня вылезут эти символы Кристофеля После этого у меня будет некоторое выражение, которое будет расписано по базису и оно равно 0 И раз оно расписано по базису и равно 0 То значит, коэффициенты, которые будут возникать при базисных векторах, они будут нулевыми Я могу проделать это вычисление, либо я могу вам сказать сразу ответ И вы мне поверите, что можно проделать это вычисление Есть вопрос, что вы хотите Ну, давайте, ладно, давайте проделаем То есть, если я тебе беру наблу от левой части гельта и жидкой, это будет 0 А с другой стороны, здесь должна быть набла от свертки от вот такого тензорного произведения Теперь, что я знаю? Я знаю, что я вот эту наблу могу пронести вот сюда, потому что она коммутирует со сверткой А вот здесь я могу применить лебницу Тогда получается следующее 0 равно свертка по индексам 1,1 от набла d по dxg тензорно на дx и плюс d по dxg тензорно на набла d от x и То есть, получается вот такое вот выражение Теперь давайте просто подставим вот эти два выражения сюда Смотрите, что мы знаем Значит, ну вот здесь у меня g, давайте я напишу То есть, я теперь должен взять вот это выражение, где вместо α я подставляю g То есть, у меня будет γ, вместо α у меня будет g Здесь будет γ маленькая, здесь будет β d по dx гамма тензорно Значит, я сначала поставлю вот это dx и t тензорно А хотя кофе, давайте я напишу в том же порядке, в котором они там были d по dx и β тензорно dx и t Просто я подчеркнул выделенный индекс везде Вот, плюс... Почему мы так просто порядок поменяли, она же не коммутирует тензорно Ну, нет, я порядок здесь не ставлю, я как раз вот здесь не поменял, я вот это просто подставил Вот, а по поводу смены порядков, они не коммутируют, но вот в таком смысле Если я поменяю местами два тензорных множителя, это, конечно, будет другой тензор Но, если я рассмотрю, как бы, это будет изоморфизм на пространстве всех тензоров С точностью для шейпа Да, да, то есть, да Это именно, как бы, просто переиндексирование осей То есть, это, как бы, тот же массив, но у которого, то есть, перестановка вот этих элементов Это означает, что просто в каком порядке я упорядочу оси То есть, я просто говорю, что дамма первая ось, бета вторая ось Значит, сейчас... А, ну, и, ну, в общем... Просто здесь, в данном случае, G фиксировано и E фиксировано То есть, здесь всего, как бы, две вот эти штуки гуляют Вот, теперь плюс Значит, что здесь получается? Здесь получается у меня DXGT на вот эту штуку Значит, а здесь что у меня получится? Здесь будет, давайте, гамма с волной, значит, альфа, бета А здесь у меня будет I И здесь у меня будет что? А здесь у меня будет DXBETA тензорно DXI Вот таким вот образом И вот это, это у меня выделенная ось Вот так вот То есть, здесь важно, чтобы соответствующие индексы были при соответствующих индексах Помните, я говорил, что у меня должно выполняться соответствие на индексах после применения гамма То есть, вот у меня до применения наблы То, что здесь стояло, это было тензорное поле типа 1-1 Вот это был первый вектор в базисе И вот это, как бы, ну, первый векторный байесный элемент А это первый ковекторный байесный элемент После применения наблы у меня стало три байесных элемента Но вот этот, он соответствует первому векторному Вот этот соответствует первому ковекторному А этот тот самый новый, который появился То есть, как бы, эти, они ставят друг с другом А этот должен ставить друг с другом То есть, собственно, вот эти я не могу здесь переставить Потому что мне важно, чтобы новый соответствовал новому индексу Я их должен складывать именно в том виде, в котором они есть теперь я здесь должен чтобы можно было сгруппировать и это в сумме дает 0 теперь чтобы это можно было сгруппировать я должен поменять индекс суммирования значит вот здесь у меня сейчас у меня суммирование по сейчас что-то мы не то здесь с этой штукой вот так вот так вот я не знаю сейчас я где-то ошибся значит сейчас это я сейчас я сейчас соображу а нет сейчас давайте заново еще раз напишу я где-то накосячил с этой штукой значит у меня что dx подержи он точно остается теперь надо на было применить dx и значит я должен принять вот эту штуку но альфа заменить на и вот значит то есть у меня должно получиться гамма и значит и соответственно здесь должны быть гамма и бета dx гамма dx бета вот вот так то есть у меня здесь должно быть тензорно dx гамма тензорно dx бета и здесь будет гамма и слабо гамма бета вот и вот это мой выделенный индекс вот так сейчас я проверю что с этой не на пароль на блок если мы посчитаем вот d по dx g должно получиться гамма джи альфа бета и здесь по dx альфа тензорно dx бета да мажьи да все вот теперь вот теперь у меня правильно написано я вначале накосячил да значит вот у меня и и жи фиксированные индексы по гамма и бета должно быть суммирование вот гамма идет по этому бета идет по этому двигательный индекс я обозначил вот посмотрите но в таком виде эти штуки складывать нельзя потому что но у меня должны как будто эти я должен поменять местами либо эти коммунистами обычно индекс выделенные в конец выносят я вот это позволю себе удалить потому что было время на вычисление вот значит тогда получается следующее если я переупорядочу давайте я здесь перепорядочу я сделаю и нет правильный ответ такой то что было записано было некорректно потому что результат гаммы работает так новый индекс ты всегда должен помещать в одном и том же месте я записал эти вещи некорректно я в одном записал новый индекс на втором месте а в другом на третьем месте остальные оставил в нужном порядке то есть как бы вот утверждение о том что у тебя есть некое соответственно индекс означает что когда вот у тебя после дифференцирования неважно в каком множитель возникает этот новый индекс ну вот как бы dx бета ну вот власть новый дифференциал дифференциал всегда нужно поставить конец переносить то есть вот в этой формуле да когда вылазит дифференциал его надо всегда ставить конец то есть просто раз дифференцируешь второй множитель у тебя дифференциал прям вылезет ты можешь просто внутри этой формулы в конец выставлять но даже вот здесь вот когда смотреть я брал у функции дифференциал я вот этот новый индекс ставил в конец то есть вот это правило должно выполняться то есть и когда берешь на одну новый индекс всегда в конец а все оставшиеся не меняют порядок вот просто вот это правильная формула вот но можно той пользоваться только если ты ну вот как бы следишь разрешаешь правильный порядок если ты работаешь чисто с коэффициентами этой проблемы не возникает вот ну и теперь смотрите для того чтобы можно было лак это хозяйство все как-то да давайте теперь смотреть а что у нас получилось но у нас на самом деле здесь давайте я вот вот здесь поставлю индекс альфа чтобы они не пересекались просто я хочу сказать что если посмотреть через написано здесь написано сумма по за счет здесь написано сумма по гамма и по бета а и ежи фиксированы но альфа гамма и бета да альфа гамма и бета но я хочу сказать следующее что давайте посмотрим какой коэффициент встретиться при d по d x давайте там а d x b d x c вот такой коэффициент будет при вот таком байсон векторе но легко видеть что коэффициент будет такой гамма а б дамма а b c плюс гамма с волной а b c вот это будет в точке коэффициент при вот такой штуке ну потому что у вас вот это такой один раз встретиться здесь и такой один раз встретиться здесь но чтобы такой встретился здесь ну надо чтобы еще раз грамма слоев связь нет здесь верхний индекс и дальше д д к д и нет здесь и здесь жизнь здесь здесь и просто хочу сказать следующее что когда я вот выберу такую штуку вот смотри если у меня а не равно же то этого слагаемого нет вот значит соответственно если бы не равно и то у меня вот этого слагаемого вот значит значит но если я возьму а равное же а б равное и давай давай я возьму ну да и же у нас зафиксировано я смогу для любых рассуждать давай я возьму а равное значит соответственно же а б равное и то тогда значит здесь значит в этом слагаемом такой встретиться при альфа значит соответственно равном сейчас что-то у меня какая-то хрень получилось я где-то я где-то на парол у нас но я получил стендер нулевой скаляр то есть не говорим размерности все секунду я баран я баран почему не получилось еще должно быть эволюет 11 пропустил все все вот теперь теперь все будет нормально смотрите а что такое более и более дело следующее она брала индексы и ежи ну она брала вот этот с этими индексами и сворачивала их и что здесь делает эволюет после применения к первому слагаемому эволюет делать следующее здесь будет гамма альфа жи бета а здесь надо применить dx это д по dx альфа или будет dx бета плюс гамма с волной и гамма бета и здесь не более применить сюда и здесь будет dx гамма применить d по dxg на dx бета вот вот теперь правильно и теперь сумма только по бета и вот это равно нулю потому что это же была у нас функция дифференциал должен быть тензорным полем типа 0 1 вот я потерял эволюет вот эти первые два индекса я по ним свернул то есть я просто что как делается его лет это коэффициент относительно влияет он выносится а вот это что такое эволюет когда применяется к этой штуке я должен взять первый и второй множестве то есть первый верхний первый нижний и их и по ним и эту функцию применить к этому вектору вот получается такая вещь но эта вещь что такое это просто дельта и альфа а вот эта штука это дельта гамма жи вот и теперь значит это означает что когда я складываю по альфа у меня выживает только один индекс когда альфа равно и значит у меня остается гамма и жи бета плюс а здесь будет гамма с волной и жи бета на dx бета это равно нулю и так как это базисные векторы то значит вот это выражение равно нулю отлично справились это было паршиво я так понимаю из-за этого не удалось следить минус грамма да да поэтому получается это это просто минус вот эта штука поэтому эти штуки хранить не надо с волной если она просто стереть волну и поставить минус я правильно я правильно что на тензорной диаграмме эволюет 11 это просто типа взять два индекса соответствующих не соединить да именно так да да именно так вот здесь дать я еще раз тогда пройдусь потому что произошло то есть у нас что известно у нас есть тензорное поле типа 01 и тензорное поле типа 10 и мы знаем что они двойственны друг другу то есть если я их сверну друг с другом я получаю вот такое тензорное поле типа 0 то есть функцию теперь то есть вот эта вещь это как раз записываться вот так что у меня есть теперь вот это здесь у меня тензорное поле типа 11 и здесь я просто делаю свертку и эта свертка дает как раз тензорное поле типа 0 теперь я к этой штуке применяю набу после применения на будет вот здесь слева 0 это тензорное поле типа 01 это был правильное замечание значит что это на самом деле тензорное поле вот и потому что мы на было применили к функции ну и собственно вот здесь как раз у меня что вот здесь написано тензорное поле типа 11 вот это вот я к ней принять эволюет и набу когда она была проношу то вот это это тензорное поле типа 01 а вот это так как я дифференцировал тензорное поле типа 10 то она стала тензорным полем типа 11 и значит вот это все вместе это тензорное поле типа 12 то есть как раз тензорное поле типа 11 стала тензорным полем типа 12 и когда мы дополнительно сворачиваем один верхний один нижний индекс она сворачивается в тензорное поле типа 01 то что нам надо и вот как раз когда я это посчитал получилось вот это выражение и когда я посчитал вот это получилось вот это выражение и как раз когда я сворачиваю я должен свернуть вот эти соответствующие множители. И когда я их свернул, это произошло вот это. И как раз получилось тензорное поле типа 0,1. Вот. Здесь, когда я вот это посчитал, ну, получились вот эти вот символы кранекера, значит, из-за них вот так вот выжили только вот такие слагаемые. Ну и осталась сумма только по бета. А это уже сумма базисных элементов с такими коэффициентами для фиксированных иежей. Ну и получается, что действительно гамма с волной, это минус гамма без волны. Справа 0, это тоже тензорное поле. Да, справа это имеется в виду сумма 0 на dxb. Да, да. Сумма по бета. Сейчас стало лучше, да? Да, стало лучше. Отлично. Вот. То есть таким образом мы видим, что для того, чтобы задавать произведение дифференциал, ой, ковариант на производное на ко касательном пространстве, достаточно ее знать на касательном пространстве. Теперь возникает вопрос, а как же выглядит формула, например, если я хочу оператор продифференцировать с помощью наблы? Давайте посмотрим, что произойдет. Давайте здесь отдельно тензорное поле типа 1.1 продифференцируем. Значит, вот если у меня также на карте есть тензорное поле типа 1.1. Типа 1.1, давайте это будет у меня A. Что это такое? Это значит, что у меня есть A и G, D по DXI, тензорное DXG. То есть A и G это матрица оператора. И теперь я хочу применить наблу. Смотрите, когда я применяю наблу, у меня будут три слагаемых. Я должен наблу применить коэффициентом и потом оставить вот эту вещь отдельно. Плюс я должен оставить вот эту отдельно, применить наблу к вот этой штуке. Плюс вот эта останется, вот эта останется. И я должен применить наблу к вот этой штуке. Ну, понятно, что эти формулы по модулю того, что я вот этот выделенный индекс должен всегда ставить в конец. То есть это как бы правило, которое надо не забывать. Ну и смотрите, что получается. Когда я буду писать первую вещь, то у меня будет следующее слагаемое. Будет D, A и G, D по DXI, тензорное DXA. То есть я вот выделенный поставил в конец. Плюс. Что произойдет, когда я вот здесь буду дифференцировать? Но с коэффициентом здесь будет A и G, так и останется. Значит, а что вместо вот этой штуки вылезет? Значит, здесь у меня вылезет вот что. Значит, у меня будет гамма, здесь будет I. Соответственно, давайте сделаю так. S, альфа. Значит, и сделаю так. Когда вот это дифференцируется, у меня PEP D по DXS я ставлю сюда. Потом ставлю DXG, это вот этот. И потом DX альфа, это выделенный. И сейчас какая интуиция вот за дифференциалом от этой формы, то есть форма с гаммой, какая у меня интуиция? Ну, интуиция это дифференциал, жеткий дифференциал от функции. Это как бы ты знаешь производную по всем направлениям. Если ты теперь свернешь эту штуку с векторным полем, ты получишь производную по направлению. То есть это штука, которая знает как бы производную во всех направлениях. Значит, если мы зафиксируем альфа, то это будет билейная форма? Если мы зафиксируем альфу... Да. Нет, альфа это индекс суммирования, координата это омеги. Честно. Это бессмысленная вещь, это просто координата. Я имею в виду, что у нас DXG на DXB это же билейная форма. Еще раз. Ну, DXG на DXB по размерности это же у нас... Куда смотреть просто? Ну, формула для вот... А, вот сюда? Да. Нет, это не билейная форма. Арма, вот почему. Потому что вот это не тензорная штука. Я имею в виду, что прификсируем опять же. Если мы зафиксируем... Зафиксируем? Но если ты как систему координат зафиксируешь, то тогда любой набор функций дает все, что угодно. У этого нет никакого смысла. Сейчас, мы сейчас мы зафиксируем альф. Имеете это какой-то смысл? Нет, не имеет. Потому что это не задает тебе тензор. Потому что в одной системе координат гаммы могут быть нулем, в другой системе не нулем. Как было в полярной и в обычной системе координат. Тогда это то у тебя не нулевая матрица, то у тебя нулевая матрица. Это вообще непонятная вещь. Это не задает ничего. Это как бы вещь, которая часть содержательной формулы. Это как, знаешь, числитель и знаменатель дроби. Что такое числитель дроби? Он ничего не показывает у дроби. У дроби смысл имеет лишь отношение числителя к знаменателю. Числитель ты можешь умножить и знаменатель одновременно на любое число. И будет получаться всегда одна и та же дробь. Здесь такой же смысл, что я сейчас допишу вот эту формулу и покажу, что получается. А, ну вот, точнее, надо вот как. Я что плохо сделал, что я вот эти формулы не дописал. Поэтому давайте я вот эту допишу и на ней продемонстрирую. Нет эффект, после которого понятно, что я имею в виду. Давайте я вот здесь последнее, вот это слагаемое напишу. Минус, значит, здесь будет гамма. Значит, здесь у меня что? Д по ДХИ. Значит, и здесь у меня будет тензорная. Значит, это будет Ж. И здесь у меня будет ТАЛЬФА, ДХД, ДХАЛЬФА. Значит, вот так вот. И вот так вот. Вот это у меня выделено. Теперь смотрите. Теперь давайте я сделаю так. Я сейчас во всех слагаемых моих индексы суммирования на одинаковых местах попытаюсь сделать одинаковыми. Значит, у меня, ну давайте здесь И, Ж, АЛЬФА. Значит, давайте здесь сделаем то же самое. Значит, я сделаю так. Я вот этот И сменю на С, а С сменю на И. Это ничего не меняет. Это просто делает, как бы, на перевозначе. Здесь, соответственно, я вот этот Ж сменю на Т, а вот этот Т сменю на Ж. Вот. Теперь у меня все вот эти штуки записаны. И я вот так вот сделаю. Я вот до Суда сатан. Смотрите, какие... А, давайте я вот так вот даже сделаю. Значит, смотрите, вот что у меня получилось внизу. У меня получилась следующая вещь, что когда я беру НАБЛУ от поля А, то у меня получается следующая сумма. Здесь будет ДАИЖТОДХАЛЬФА плюс, значит, здесь будет АСЖГАММАСИАЛЬФА минус АИТ, значит, ГАММАТЖАЛЬФА. И вот это умножается на ДОДХИ тензорно, ДХЖ тензорно, ДХАЛЬФА. То есть вот такая вот формула получилась для коэффициента. То есть вот то, что здесь получилось, то есть получается, что НАБЛУ от АИЖАЛЬФА, это есть вот это выражение ДАИЖТОДХАЛЬФА плюс АСЖТ ГАММАИСАЛЬФА минус АИТТ ГАММАТЖАЛЬФА. То есть вот это на языке коэффициентов, что мы проделали. То есть люди обычно вводят это на языке коэффициентов, и смотрите, что происходит. То есть когда я взял матрицу оператора, что я с ней сделал, да? Я когда дифференцирую, у меня добавляется новая ось. Эта новая ось это как бы номер той частной производной, которую я как бы беру. Но кроме этой частной производной у меня еще добавляются вот такие вот линейные поправки, которые связаны с тем, что еще у меня базисные вектора крутились. То есть так как это тензор типа 1.1, то есть оператор, у него есть как бы векторная ось и функциональная ось. И вот если векторное поле как-то крутилось за счет гаммы, то надо еще вот так поправить мои коэффициенты линейным образом. И если у меня функциональная часть, горизонтальная ось у матрицы как-то крутилась, у меня добавляется еще вот такое слагаемое. Соответственно, что было с вектором? То есть когда у меня был вектор, то там получалось следующее. Декси и Т по Декс альфа плюс кси, значит здесь было С, гамма С и альфа. И с омегой Ж альфа было Д омега Ж по Декс альфа плюс омега Т гамма Т Ж альфа. То есть вот как выглядят формулы дифференцирования в координатах для векторного, для ковекторного и для операторного поля. То есть смотрите, то есть по сути вот эта набла, она что делает? Она как бы в координатах, ну вот берет вот такие частные производства. Плюс еще? Плюс, да, плюс вот эта поправка, которая связана с тем, что сами базисы. То есть когда у меня поле, то есть идея такая, что вот когда у меня есть как бы кривая система координат, да, на плоскости, да, и вот у меня бежит кривая. Давайте я посчитаю скорость этой кривой. То с одной стороны, да, у меня есть базис в моей системе координат. Я раскладываю, и я считаю, когда скорость этой кривой, я считаю ее координаты относительно вот этого базиса. Теперь, когда эта кривая сдвинулась вот сюда, то с одной стороны у меня изменились координаты у этого вектора относительно базиса, и я должен учесть изменение координат, это вот этот кусок. А еще у меня базисные векторы как-то поменялись. Это учитывает изменение как раз базисных векторов. За счет того, что базисный вектор как-то изменится, то у меня появляется вот эта поправка. Соответственно, когда у меня есть оператор, то у меня там есть не только векторный, но и ковекторный кусок. То есть то, что сначала у вектора вычисляет координат, он умножает на результирующий вектор. То есть это дает вот эту штуку. То есть идея именно в этом. Вот сейчас щелкнуло. Да, ну я вот по двум кивающим головам понял, что я вроде правильные слова сказал. То есть вот как надо к этому относиться. Ну и собственно, если вы находитесь в плоской системе координат, это означает, что все гаммы символа Кристофеля равны нулю, то эта штука ничем не отличается просто от взятия частных производных. Ну да. Гамма равна нулю, когда у нас вот это равна. Но это означает, что базисные векторные поля не меняются ни в каком направлении. Кроме того, я хотел еще вот что сказать, что я могу выделить вот так вот скобки поставить. Ну вот, взять, разложить, вгруппировать по последнему индексу. Тогда вот то, что находится в этой скобке, вот эта часть, ее называют еще нагло альфа от А. Сейчас, почему сейчас гамма равна нулю, или у нас все ортогонально? Не все ортогонально, но еще. Короче, это стандартный базис. Значит, что означает, что гамма равно нулю? Гамма равно нулю, это означает, что набло от D по DX и D равно нулю для любого И. Это означает, что базисные векторные поля неподвижны с точки зрения гаммы. Они не меняются ни в каком направлении с точки зрения гаммы. То есть их... Понятно, да? Да, разложили. Теперь смотри, что я хочу сказать, что вот давайте я сейчас вот это сотру, и еще одну вещь продемонстрирую. То есть я сейчас сказал, что такое набло, значит, для векторных, ковекторных и операторных полей. Давайте я объясню, как это связано с производной по направлению. То есть если у меня есть кси какое-то векторное поле на многообразии, да? Значит, я хочу определить набло кси от чего-то. Как это делается? Да. То есть формально делается так. То есть если у меня есть какой-то тензор типа PQ, когда я к нему применяю набло, получается тензор типа PQ плюс 1, где есть вот этот вот один выделенный индекс. Так вот, давайте я рассмотрю теперь кси тензорно набло от T и сделаю свертку. Какую свертку? Сверху я возьму индекс, соответствующий кси, а снизу я возьму индекс, соответствующий выделенному. Ну, давайте посмотрим в координатах, что это будет означать. Значит, если я это возьму в координатах, вот, например, для векторного поля, единственное, что мне здесь придется кси заменить на какую-то другую букву, давайте на эту заменю. Тогда я хочу сказать, что будет следующее, что если я возьму набло от какого-то векторного поля вдоль кси, то у меня получится следующее. То есть я должен что сделать? Я должен здесь взять индекс, соответствующий выделенный, это альфу, и его свернуть с индексом координатным для кси. То есть это будет кси альфа, д это, значит, и т, да, и т индекс, д это и т, по д x альфа плюс, значит, это s, гамма i, s альфа, кси альфа. То есть, смотрите, вот если гаммы равны нулю, то это просто производная по направлению. А вот это, если посмотреть внимательно, это будет просто изменение в направлении вектора кси, значит, ну вот как бы моих базисных векторов. То есть вот этот вклад, он дает как бы, ну то есть вот эта штука, на самом деле, эту штуку можно определить, как сказать, ну просто дифференцируя мою систему координат как бы в сторону какого-то кси, но только если учитывать поправки для векторов. То есть вот это, по сути, это изменение координат в направлении вектора кси, а вот это, это изменение моих базисных векторов в направлении вектора кси. То есть это, ну, то есть если вы видите, это в точности производная по направлению от координатной функции n и t. То есть это я здесь взял производную ли от координатной функции n и t. Плюс есть вот эта поправка. гамма и с альфа кси альфа это с то есть вот это показывает мне изменение координаты дина т.н. и в направлении в направлении кси а вот это 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 говорит вклад как координата изменилась за счет того что в направлении кси базис и как-то еще поменялись то есть это 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 вклад когда мы меняем в каждой точке смотрим как меняется базис это 0.2 получается еще раз но если мы смотрим в каждой точке как меняется базис то мы депозицируем один базис по-другому мы двигаемся в одном направлении смотрим как меняется базис получается 0.2 нет смотря какой если векторный базис то производная будет 11 честно вот я хочу на гамму смотрит гамма у нас 1 2 да ну вот откуда значит смотри как бы есть значит вот если вот так вот это как оператор если бы альфы не было это как оператор вот вот этот альфа это это выбор направления поэтому сворачивание ставь это выбор направления поэтому если вот так вот уберу то это значит у меня зафиксировано направление а теперь я должен у меня был вектор и за счет того что базис когда базис меняется то как бы я хочу то у меня и посмотри когда у меня меняется базис но я хочу посчитать как изменился вектор записанных кармана пусть вектор не поменялся но заметь когда вот так вот как если карматы вектора не меняются в глобальной системе кармана карматы вектора черного меняются но они меняются только за счет того что движутся вот этот вид движут этот борьб а движение этого бойца это по сути линейный оператор ну да и поэтому вот это как бы линейный оператор который получился вот здесь сворачиванием альфа с направлением это получился тот линейный оператор который показывает как надо сдвинуть координаты нашего вектора это за счет того что и мне так бы изменился наш пить у нас как бы базис если как-то двигается то есть и даже если даже это были константами то как бы прирост координат не произошел но базис как-то поменялся но изменение базиса поэтому думать как про линейный оператор да да но этот оператор возникает только когда ты зафиксировал направление а если вы же взять все направления тебе надо не оператор от это нужен еще дополнительный индекс за счет соборачивания с которым ты бы получал направление можно сказать что гамма это просто застаканная матрица перехода да это можно сказать что матрица перехода как бы во всех направлениях за счет альфа и когда вот макси сворачиваем стать у нас получается именно матрица перехода да можно так про это думать которая как бы вот матрица поправки за счет того что у нас линейно как-то подвинулся борис как бы понять что когда мы из одной точки в другую переходим он как бы в другом пространстве возникает это же на касательном то мы как бы смотрим на такой мгновенный эффект внутри одного касательного пространства этот штук как бы чувствует внутри касательного пространства изменения борисов вот смотрите давайте так значит вот в целом понятно ли был на этих примерах как дифференцируется тензорное поле хорошо давайте я небольшой саморез делаю с общей формулой смотрите вот если вам надо как бы взять произвольное тензорное поле и вот вы его хотите с помощью наблы продифференцировать значит когда вы дифференцируете с помощью наблы то индексы появляются вот такие то есть вот как бы вот так правильно писать не до в применении набла после то есть как бы наблы применятся к тензорному полю они к каждому символу поэтому я наблюдаем поле получается массив с одной лишней размерности и как массив считается по определению как бы он считается так что вы должны взять вот эту координатную вот это же это же функция то есть это вот в нашей системе карднат в каждой точке это же поле поэтому ее можно на первых уровень продифференцировать по альфа вай координате из плоской системе карднат это все больше ничего другого нет но если система гарнит не плоская надо еще добавить поправку вдоль каждой верхней оси и вычесть поправку вдоль каждой нижней оси то есть я суммирую по индексом с от 1 до п и здесь делаю следующее то есть у меня возникает гамма и 1 с минус 1 и здесь будет давайте какой символ придумать теперь смотрите как теперь индексы расставляются но вот по этому я должен суммировать но с единственно возможным индексом первым левым нижним альфа всегда новый индекс справа и чего не хватает не хватает индекс с который переносится вот сюда то есть вот это то какой вклад нам дает изменение векторных векторной части тензора минус сумма по с от 1 до q гамма т и 1 и значит сворачивается но с этой значит здесь не хватает альфа всегда второй внизу и не хватает индекса gs и вот это и вот это будет то как выглядит вот этот новый массив 6 у меня был массив с п плюс q осями п верхних у нижних осей построил массив с п плюс q плюс одной осью и вот так вот выглядят координаты и заметьте что эти карнаты зависит от частной производной то есть они не зависит то есть они зависят не только от точки они зависит от локального поведения моего моего тензора то есть здесь не как бы от этой производной избавиться нельзя плюс вот этот вот кусок а вот этот кусок он линейный и вот эта поправка за счет базисных векторов это поправка за счет но базисных векторов двойственном пространстве то есть вот это вот формула для вычисления по вариантной производной вот ну и соответственно если мы возьмем мы сделаем следующее но вот по аналогии с вот этой штукой если вот тут вот там можно на вайсные векторы кроме выделенного то у меня получается так называемая набло альфа то есть набло альфа это просто я беру значит набло t вот и 1 и p g1 g альфа ну и здесь делаю d x и 1 тензорно d x и p d x g1 d x g то есть вот это вот и значит но эта штука зависит от координат ну и соответственно общая формула когда получается набло от t это есть будет набло альфа от t на тензорно на d x альфа и вот это это аналог частной производной но и собственно если вот чему вот эта штука равна это равно вот этому выражению ну да множено на вот эти вот вайсные векторы и сумма ну то есть это получается что если я вот это тензорное поле я возьму просто вот для фиксированного альфа вот это применю и если у нас ты была типа паку то вот эта штука она тоже типа и вот это это как бы производная вдоль базисного направления d по d x альфа и если я хочу продифференцировать тензор в направлении вектора кси то то же самое что кси альфа на было альфа от t ну то есть я беру частная производная вдоль альфа направления умножить на альфа компоненту вектора и сложить но ровно так же как мы брали направление но как так же как дифференциал связан с производной по направлению выберете дифференциал а потом сворачиваете по этому новому индексу с каким-то вектором здесь все то же самое происходит то есть это будет производная по направлению и уже у этого штуки физический смысл понятный детям как раз физический смысл такой что если вы как бы хотите посмотреть как ваш вектор меняется ну вот как бы не за счет изменения координат а еще и за счет изменения базисных векторов то есть полное изменение то вот эта штука она как бы считает полное изменение в направлении ну и как раз как бы это изменение является полем того же типа но потому что как бы она показывает что надо как бы инфинитизимально прибавить для того чтобы увидеть как бы как изменился ваш объект у нас во сколько в 1230 тип должен закончиться сейчас двенадцать семь вы уже все померли то есть сейчас стоит прекратить или я еще могу пару слов сказать у нас там цены пара еще я понял хорошо я наверно понял давайте прервемся